Музыка Энергичные и оточенные движения, яркие костюмы, стремительные ритмы и кельтские мелодии. В Омске состоялись открытые соревнования по ирландским спортивным танцам Омскопенфэш. За медали и кубки поборолись представители танцевальных школ Омска, Новосибирска, Томска, Красноярска, Новокузнецка и Тюмени. Сто лет назад это просто были фестивали танца. Просто люди выходили и танцевали. И, естественно, хотели под крику «Угу-гу» понять, кто же самый крутой. И тогда они пытались сделать как можно больше элементов в минуту, скажем. Тогда становился самым крутым тот, кто быстрее всех двигается. Потом стали разворачивать ноги и выигрывать стали те, кто техничнее всего и красивее всего это делает. А потом уже потихонечку с вот этих фестивалей появились соревнования. В соревнованиях приняли участие танцоры от 6 до 50 лет. В соответствии с возрастными категориями и степенью мастерства участники представили свои выступления в четырех уровнях сложности. Воспитанница Омской школы Галианта Яна Олейник, как начинающий танцор, выступала в разряде «Бегинер-премьершип». Ее результат – кубок за второе место и пять медалей в различных номинациях. Меня привлекло то, как выступала моя мама. В тот момент мама занималась, а вот пока я еще нет. Мы тогда все вместе ездили в зал, чтобы посмотреть, как мама тренируется. И вот меня увлекло то, что он смешан с изяществом, но и в то же время с резкостью и агрессией. Вообще, есть такой закон. Если ты, допустим, в каком-нибудь стрессе, отбрось его в танцы. И там вот уже выступить так, чтобы этот стресс просто улетучился. В категории самого высокого уровня Open Championship до 15 лет победила трехкратная чемпионка Сибири Амичка София Тетюшева. Среди танцоров старше 15-ти сильнейшей оказалась гостья соревнований Анита Зайнульна из Тюмени. В апреле девушки представят Россию на чемпионате мира в Голландии. Я занимаюсь уже 8 лет, и я готовлюсь к чемпионату мира. Хочу выиграть, вот еду через месяц. Что для вас идеальны ирландские танцы? Чем они вас привлекли? Наверное, хореография. Очень много ритмичных движений, прыжков. Меня это привлекает всегда, привлекало. А как спортивная составляющая? Что вы в диктанции выделите? Физическая подготовка нужна прям очень сильно. Нужны сильные ноги, сильная спина, сильные руки, чтобы корпус не шевелился во время танца. У нас большая школа, у нас разные ученики есть. У нас есть как и продвинутые танцоры, которые занимаются давно, так и ребята, для которых это были самые первые соревнования. Кто-то очень хорошо выступил, кто-то не очень хорошо. Все зависит от того, насколько человек хорошо выкладывается в зале. То есть те, кто много работали, они, как правило, получают много медалей, занимают достойные места. В несоревновательной костюмированной категории «Требл Рилл» тренер школы «Голианта», чемпион России и Великобритании Никита Кудрявцев вместе с другими опытными танцорами продемонстрировал, как должен выглядеть фирменный ирландский степ. Этот необычный вид искусства и спорта одновременно. КОНЕЦ